Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В территории города вывезли свыше 13 тысяч тонн снега. Работы по расчистке дорог, дворов, внутриквартальных проездов, а также парков и скверов Самары вели в усиленном режиме. Об этом рассказали на еженедельном совещании в городской администрации. Какие поручения были даны главам районов, а также всем ответственным за уборку и вывоз снега, расскажет Ольга Павлова. Более 10 миллиметров осадков приняла столица региона в минувшие выходные. Работы по расчистке города велись круглосуточно в усиленном режиме. Основные силы специалисты коммунального хозяйства направили на уборку дорог для беспрепятственного проезда личного и общественного транспорта. Только с воскресенья на понедельник в городе работали 571 единицы техники и 2910 уборщиков. Также проводились работы в субботу и воскресенье по содержанию парков. 51 человек, 5 единицы техники скверов, 84 человека, 3-4 единицы техники и 20 человек, 6 единицы техники по содержанию набережной. Активную работу ведут и по обращению граждан. С начала января поступило 1300 жалоб на недобросовестную уборку снега. Фактически все они отработаны, на некоторых объектах идут повторные проверки. Пристальное внимание по-прежнему уделяют расчистке дворов, внутриквартальных проездов, парковок, территорию объектов социальной сферы, школ, детских садов, поликлиник и больниц. Главам внутригородских районов и ответственным за уборку снега поручен ежедневный мониторинг ситуации по состоянию городских пространств. Под особый контроль необходимо взять расчистку от снега частного сектора, а также освобождение кровель домов от наледи. Вот много обращений, в частности по кровлям и по сосулькам у вас, вот там где есть малоэтажная застройка, обратите внимание, и сегодня все сосульки, все наледи с козырьков, с балконов, все поубирать. Работы по расчистке города от снега должны вестись не только муниципальными предприятиями. Проводить своевременную уборку и вывоз снега с территории дворов обязаны управляющие компании, представители ТСЖ, ТСН и ЖСК. Специалисты городского хозяйства продолжат работать в усиленном режиме до нормализации погодных условий. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. Между тем, коммунальщики работают в режиме нон-стоп, без выходных. В минувшую субботу, когда был сильный снегопад, в расчистке территории города задействовали порядка 420 единиц техники. В смену вышли около 3,5 тысяч уборщиков территорий. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Капризы погоды в эти выходные для городских служб благоустройства сюрпризом не стали. Прогноз мы имели еще позавчера. Его откорректировали в пятницу в данной ситуации. Вчера откорректировали. Сейчас все службы, я говорю, это управляющие компанией дорожной службы. И плюс, кто содержит парки, набережные, кто содержит у нас уличную дорожную сеть. Все вышли, работают. Уборку снега в круглосуточном режиме ведут как на внутриквартальных территориях, так и на уличной дорожной сети. Для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов выполняют целый комплекс мероприятий. Основные – это ручная и механизированная расчистка и обработка проезжей части, а также тротуаров. Снег в режиме нон-стоп грузят и вывозят на специализированные площадки для его складирования. Уборка у нас проходит круглосуточно. Мы работаем ежедневно, две смены. Погода нам особо отдыхать не дает. Повышенное внимание уделяется медицинским и социальным учреждениям. Так, на улице Ярошевского, где находится гимназия номер 54, снежные завалы убирали в воскресенье, чтобы родители могли без особого труда отвезти детей в образовательное учреждение. На участке активно работала техника, а уборщики территории чистили пешеходные дорожки. Сами жители труд оценили и поделились своим мнением. Ну, конечно, снег засыпал, тут и пожилые люди ходят, и маленькие дети ходят. Тяжело по сугробам пробираться. Спасибо, что почистили. И молодцы, что чистят и ухаживают за городом. Я понимаю, что погодные условия у нас такие, что вот... Но это очень важно, я хочу сказать. Спасибо огромное работникам, которые занимаются очисткой. Однако нарекания со стороны курирующих работу ведомств и жителей города по уборке снега все же есть. Поэтому первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании, которые регулярно проходят и в выходные, поставил на совещании задачу активизировать работу по уборке снега. Максимально при этом нарастить объемы по вывозу. По линии МП благоустройства замечания есть, и на это директору предприятия было указано. Если в полном объеме данные ранее поручения не будут выполнены, за этим последует решение о персональной ответственности. Со стороны власти управленческие решения все приняты, контракты отторгованы, приобретение техники произошло, вопрос стоит только в организации работы. В снегоуборочную компанию вовлечена не только собственная спецтехника профильных организаций, но и дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний. В части содержания внутриквартальных и придомовых территорий главы районов лично контролируют ситуацию и координируют работу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб благоустройства на вверенных им участках. Отработка таких территорий находится на особом контроле, в первую очередь для свободного проезда машин спецназначения, скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции. В Самарской области вновь фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если еще в пятницу регистрировали более 700 заболевших в сутки, то в этот понедельник уже 1192. Об этом сообщает сайт stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1434 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписали 185 746 пациентов с подтвержденным ковидом. Заболело же с начала наблюдений более 200 тысяч жителей региона. Новая волна связана с распространением штамма омикрон. В Самарской области завершилась ревакцинация всех военнослужащих Миротворческой бригады Центрального военного округа. Прививочная кампания проходит в целях создания коллективного иммунитета. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата на организм человека для предотвращения заболевания коронавируса. Процедура проводится после осмотра. Измерение давления и температуры тела. А также после подтверждения согласия на добровольную вакцинацию. После иммунизации военнослужащий получает сертификат. 52 административных протокола. За прошедшую неделю 111 материалов с начала года. В Самаре продолжают проверять, как жители соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Рейды начинаются с раннего утра, как правило, на крупных транспортных развязках. Одна из таких проверок прошла на улице Полевой. В рейд отправился Михаил Ермоленко. В центре внимания автобусы, трамвай, троллейбусы и метро. Ежедневно межведомственная комиссия, состоящая из сотрудников полиции, Департамента транспорта и представителей городских перевозчиков, проверяет, как самарцы соблюдают масочный режим. Всего в неделю таких рейдов проходит порядка 80. Работа не прекращается ни на день. С недавнего времени проверки усилили. Забота о здоровье жителей города в приоритете. Специалисты говорят, особенно важно соблюдать ограничительные меры после появления в Самаре нового штамма коронавируса – омикрона. Пока на уровне правительства Самарской области эта мера не будет отменена, мы также будем ходить на проверки, также указывать пассажирам на необходимость использования масок, ношения их и сохранения на лице до конца поездки, и также будем проводить проверки с сотрудниками полиции. Заботятся о здоровье самарцев и перевозчики. Мойка и дезинфекция на транспортных предприятиях стали ежедневными ритуалами перед выходом на линию. Регулярно проводится инструктаж для персонала, водителей и кондукторов. Им тоже рассказывают о необходимости носить маску и выдают личные комплекты. Кроме того, в салонах автобусов работают специальные контрольно-ревизионные службы, которые также проверяют соблюдение масочного режима. Наша служба КРО, которая выходит в ежедневном режиме на проверку, они проверяют безбилетных пассажиров, наличие масок, экипировку, также считают пассажиропоток. Мы им выдаем с собой дополнительное количество защитных средств, чтобы в случае, если пассажир без маски и забыл ее, поделиться с ним и позаботиться о его здоровье. За прошедшую неделю в ходе рейда в сотрудники полиции составили 52 административных протокола. С начала 2022 года оформили 111 материалов. А с осени 2020 года, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направлено уже 1090 протоколов. Специалисты напоминают, штраф за несоблюдение масочного режима в транспорте доходит до 30 тысяч рублей только при первичном нарушении, а при повторном – до 50 тысяч. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Россияне все меньше доверяют рублю и предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Укрепится ли рубль в этом году? Этот вопрос мы обсудили с экспертами и скоро к нему вернемся. Ну а пока давайте узнаем об индексации пенсии военным пенсионерам. Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать военные пенсии на 8,6%. На такую же величину должны возрасти и гражданские пенсии. Ранее прибавку военным планировали в октябре, причем только на 4%. Но глава государства дал поручение быстрее реализовать решение. Индексацию произведут с начала января, то есть ближайшая пенсия уже будет с прибавкой. Повышение затронет 2,6 млн военных пенсионеров страны. Аналитики Яндекс.Путешествий составили рейтинг самых дорогих отелей, которые бронировали россияне в новогодние праздники. Наиболее внушительную сумму пользователи потратили на отель в Шарм-эль-Шейхе. 8 дней на двоих там обошлось в 1,5 млн рублей. На втором месте отдых в Дубае за 1,2 млн. Такую сумму компания с детьми заплатила за 12 ночей. Третье место принадлежит отелю на Пхокете. В Таиланде 470 тысяч рублей за 9 ночей на одного. В десятку самых дорогих вошли также новогодние каникулы в отелях Болгарии, Доминиканской республики и Турции. Если говорить о российских отелях, то больше всего около 630 тысяч рублей туристы заплатили за 5 ночей в одном из отелей в Сочи. В топ-10 самых дорогих бронирований попали также отели Ростова-на-Дону, Зеленогорская и Архыза. Самое дорогое бронирование отеля в Самаре в новогодние дни стоило 35 тысяч рублей. В такую сумму обошелся одноместный номер на 8 ночей. Ну а пока одни люди тратят, другие копят. Причем не в отечественной валюте. Россияне предпочитают вкладываться в доллар и евро. И неудивительно, рубль колеблется на фоне геополитических сложностей, а сегодня вовсе обрушился. Удастся ли его укрепить в ближайшее время, мы спросили у экспертов. Россияне предпочитают хранить деньги в иностранной валюте. Рублю доверяют все меньше. В том, что сегодня стоит откладывать сбережения в долларах, убеждены 46% жителей страны. В евро – 44%. В рублях – только 41%. Минимальное количество россиян с 2014 года. Таковы данные исследования одного из сервисов по поиску работы. И неудивительно, рубль в последнее время ослабевает, несмотря на высокие цены на нефть. Отечественная валюта за две недели дважды обновила 9-месячные минимумы, торгуясь на уровне в 76 рублей 80 копеек за доллар и свыше 87 рублей за евро. Доминирующим фактором остается геополитика противостояния России и Запада. Плюс к этому, конечно же, накладывает определенную нервозность на движение валют, в том числе, да и рынков российских и зарубежных. Это монетарная политика Федеральной резервной системы. Уже на 100% рынок закладывает повышение весной базовой ставки. Соответственно, это приводит к удорожанию мировой резервной валюты относительно всех других валют. И мы будем видеть рост и дальнейшее укрепление доллара. Весь прошлый год ключевую ставку поднимал и Центральный банк России, чтобы укрепить рубль. Торговый баланс по экспортно-импортным операциям тоже позитивно сказывается на укреплении рубля. И при таких данных отечественная валюта могла бы быть одной из самых крепких, если бы не движение капитала. Только за прошлый год его отток из России составил более 70 миллиардов долларов. Для чего повышается учетная ставка? Учетная ставка превышается для того, чтобы можно было больше зарабатывать, увеличивается стоимость денег, соответственно, сами деньги становятся ценностью. Поэтому Центральный банк, я говорю, любое повышение должно играть на пользу валюты и привлекать инвесторов. Мы видим повышение и видим вывод капитала. Что это значит? Значит, в нашу валюту не вкладывается доминирующий фактор, который делает, на мой взгляд, крепчайшую валюту мира такой слабой. По словам эксперта, если убрать геополитические волнения, то возможно укрепление рубля до 72-73 за доллар. Но это максимальный потенциал крепости. Любое же негативное событие выбросит российскую валюту на отметку 80 или даже 90 рублей за доллар. В этот понедельник курс доллара на московской бирже превысил отметку в 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Курс евро также растет по отношению к рублю. Европейская валюта выросла сегодня до 89 с лишним рублей и достигла максимума с июля прошлого года. На 25 января Центробанк установил следующие курсы валют. Доллар 77 рублей 36 копеек, евро 87 рублей 59 копеек. Нефть марки Брент потеряла в цене 87 долларов и 62 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Далее коротко о других темах дня. В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления двоих детей угарным газом. Инцидент произошел 21 января. В больницу с отравлением описью углерода попали дети. Двухлетний и годовал ребенок. По предварительным данным причиной произошедшего явилось ненадлежащее оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования управляющей компанией. Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожают. В этом году в Самаре начнется реконструкция бывшей больницы Красного Креста, здание которому уже сто 20 лет располагается на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. После ремонта здесь откроют городскую поликлинику номер 13 железнодорожного района. На первом этаже разместят детское отделение, на втором и третьем женскую консультацию. Медучреждение будет рассчитано на 260 посещений в смену и 70 коек. В ближайшие два года Самара получит по 190 миллионов рублей на реконструкцию дорог. Такая информация содержится в приказе областного Минтранса. Среди улиц, которые планируют реконструировать, 22-го портсъезда. Речь идет о двух этапах работ. На первом улицу планируют достроить от Московского шоссе до Солнечной через Новосадовую. А на втором этапе запланировано строительство дороги от проспекта Карла Маркса до Ставропольской. 18 авиамаршрутов из Самары включили в программу субсидирования. С начала года из Курумыча можно улететь в Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Омск, Тюмень, Челябинск, авиакомпании Red Wings. Новинками стали рейсы в Ижевск и Калугу. С 10 января ИР-Аэра осуществляет перелеты в Белгород, тоже из Самары впервые. Одно из наиболее популярных направлений, куда можно улететь самолетами с Севен – Новосибирск. С начала года пассажиропоток составил туда более 2,5 тысяч человек. Субсидированные полеты в Ростов-на-Дону продолжат выполнять авиакомпания «Азимут», «ВУФУ» авиакомпания «ЮТЕР». В прошлом году пассажиропоток на регулярных рейсах, минующих Москву, впервые превысил миллион человек, что на 45% больше показателей 2019 года. Большинство россиян после снятия ковидных ограничений мечтают посетить Италию, Испанию и Таиланд. Далее в числе популярных – Египет, Турция, Греция, Чехия, Китай, США. Это данные опроса популярного сервиса по поиску работы. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса. Такую инициативу поддерживает каждый второй россиянин. Против – каждый четвертый. Кулинарная терапия. Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры провели для детей с ограниченными возможностями здоровья мастер-класс. Ребята учились самостоятельно готовить полезные десерты. По словам организаторов, такие творческие занятия помогают развивать мелкую моторику, воображение и смекалку. За эмоциями детей наблюдала мэри Елчан. Насте Тарасовой 11 лет. Она впервые готовит кексы и получается у нее это не хуже, чем у любого маститого кулинара. Девочка посещает инклюзивный дом культуры. Здесь, благодаря Общероссийскому народному фронту и волонтерам, состоялся мастер-класс, где особенных детей учили поварскому делу. Мне понравилось прям сильно-присильно, потому что я, во-первых, сладкоежка, и, во-вторых, я люблю готовить в принципе. Я встречала подобный рецепт, но как готовить именно я не смотрела. Почти каждый ребенок любит сладости, а если они еще и полезные – двойная радость. Для детей с ограниченными возможностями здоровья подобрали специальные ингредиенты для десертов, чтобы избежать возможной аллергии. Например, вместо яиц в приготовлении кексов использовали бананы, а в качестве подсластителя – сироп из топинамбура. Оксана Аксенова – руководитель одной из кейтеринговых компаний. Это ее первый опыт в организации таких мастер-классов, и останавливаться она не собирается. Мы будем продолжать в дальнейшем, потому что у нас много таких детишек, и не только для таких, и для всех остальных мы тоже проведем. Хотим вообще во всех домах, кому нужна помощь, провести. Детишки рады. Даже те ребята, которые мне помогают, они сами рады. Каждый раз что-то новенькое узнают. Впоследствии они смогут дома повторить то же самое. Во-вторых, это, конечно, социализация. Но не будем, конечно, углубляться, что там и моторика, и внимание, и изучение продуктов, из которых они что-то делают. Ну и самое главное, конечно, их возможность приспособления к нашей жизни. Завершился мастер-класс коллективным обедом из приготовленных вместе сладостей, которые всем пришлись по душе. По словам организаторов, семьям с особенными детьми не стоит закрываться. Всем нужно общаться и поддерживать друг друга. 30 января исполнилось бы 70 лет со дня рождения легендарного дирижера, художественного руководителя академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Он погиб в роковой авиакатастрофе. В декабре 2016-го в небе над Черным морем потерпел крушение самолет, летевший в Сирию с гуманитарной миссией. На порту было 93 человека, в том числе 8 членов экипажа, 64 музыканта, ансамбля имени Александрова, 9 журналистов и общественный деятель Елизавета Глинка. В память о дирижере Халилове в Самаре прошел Международный фестиваль духовых оркестров. Валерий Михайлович Халилов запомнился как человек, показавший и открывший всему миру важность и значимость духовой музыки, вспоминают коллеги по творческому цеху. Некоторым из них довелось не только играть с легендарным дирижером на одной сцене, но и постигать азы профессии под его началом. Настоящий профессионал своего дела, строгий и справедливый наставник, рассказывает бывший ученик Халилова Олег Чемоданов, ныне главный дирижер военного оркестра регионального управления Росгвардии. Когда я поступил в военный институт военных дирижеров, на всем протяжении моей службы в течение пяти лет, всегда кураторство возглавлял главный военный дирижер. В то время был Валерий Михайлович Халилов. Он часто нас включал концерты, проводилось в течение этих пяти лет, парады проходили на Красной площади, участвовал на Спасской башне, где он всегда был главным организатором. Он иногда курсантов выставлял в хор, чтобы помогал для оркестра Министерства обороны. В память о маэстро в 2019 году был учрежден Международный музыкальный фестиваль духовых оркестров имени Валерия Халилова. В 2022 он прошел уже во второй раз. Самара принимает его впервые. Первый фестиваль два года назад прошел. Он прошел в 20 городах России. Сейчас проходит в 40 городах России, в том числе и в Самаре. То есть Самара удостоилась такой чести. Организаторы фестиваля порадовали самарцев насыщенной программой. На сцене Дома офицеров звучали всем знакомые патриотические песни, известные композиции советских и российских авторов и произведения самого Валерия Халилова. В концерте приняли участие сводный оркестр Самарского военного гарнизона, детский хор «Подснежник» и, конечно же, музыкальная жемчужина города – Самарский концертный духовой оркестр под управлением главного дирижера Марка Когана. Честь большая, ибо здесь был центр Привозского, а потом Привозского Уральского округа. И генерал Халилов, будучи еще майором, более младшим и будучи генералом, бывал в нашем городе не раз и принимал программы штабного оркестра и участвовал в организации программы, в участии в фестивалях. Международный фестиваль духовых оркестров приурочили ко дню рождения легендарного дирижера. В 2022 году Валерий Халилов отметил бы 70-летний юбилей, но его жизнь оборвалась в декабре 2016 года. В небе над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154. Погибли 93 человека, в том числе 64 музыканта ансамбля имени Александрова. Но музыка, которую они исполняли, продолжает жить. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В Самарской области пройдет ежегодный лыжный марафон Соколь-Егоры. В совете директоров клуба «Крылья Совета» в перестановке. А самарский спортсмен Эдуард Латыпов помог российской сборной взять серебро в эстафете Кубка мира по биатлону. Подробности в рубрике «Новости спорта». Самарский спортсмен Эдуард Латыпов помог российской сборной взять серебро в эстафете Кубка мира по биатлону. Норвежцы не оставили шансов соперникам и почти с двухминутным преимуществом выиграли золото. Но между Францией, Германией и Россией разгорелась битва за медали. Эдуард Латыпов на финише обошел французы и немцы, и тем самым принес команде России серебро. В составе совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» произошли изменения. Его председателем стал руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев. Ранее этот пост занимал министр управления финансами региона Андрей Примилов. Также в совет директоров клуба вошли областной министр спорта Сергей Кобылянский и председатель Федерации футбола Самарской области Максим Симонов. Из состава совета директоров клуба вышел Александр Милеев. На лыжной базе «Чайка» в предстоящие выходные пройдет ежегодный лыжный марафон «Соколье горы». 27 января в пятницу пройдет ночная гонка. В связи со строительством лыжероллерной трассы изменится маршрут лыжных трасс. В марафоне участвуют как спортсмены, так и любители. Он объединяет лыжников не только из Самарской области, но также из других регионов и стран. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова